друзья данное видео я начну с одной достаточно известной мотивационной цитаты расти там где ничего не растет то на самом деле это цитата была написана про организма которые мы сегодня с вами рассмотрим лишайники и так кто же такие лишайники лишайник это особо организм который представляет собой симбиоз гриба и водоросли это как раз таки первый пункт нашей характеристики далее лишайники являются пионерами природных сообществ они самыми первыми появляются там где можно сказать не вступала нога человека ну короче говоря там где абсолютно пусто например на голых скалах на камнях поселяются самыми первыми лишайники потом далее на этом месте образуется травянистый покров кустарнички кустарники вырастают деревья образуется целая экосистема так вот лишайники растут именно там где ничего не растет и называются пионерами природных сообществ далее третье тело лишайника называется слоевищем почему так потому что лишайник не имеет органов и не имеет тканей далее существует три вида лишайников накипные листоватые и кустистые накипные лишайники в виде корочки на допустим камнях или деревьях листоватые в виде листьев обращаем внимание обязательно сейчас на примеры вот и кустистые лишайники в виде таких мини кустиков например есть кустистый лишайник под названием ягель или оленей мох с мухом ничего общего не имеет кроме названия далее питание у лишайников гетертрофтную и автотрофтная помним то что состоит из гриба и состоит из водоросля гриб питается геретротрофным способом водоросли при помощи фото синтеза образует органические вещества далее размножение либо спорообразования либо вегетативной спорообразования это опять же грибы в составе лишайника таким образом размножаются вегетативной частями талома вообще в целом дака лишайник и также клетками отдельными клетками водорослей далее лишайники растут очень медленно от 3 до 5 миллиметров за год представляете да сколько времени нужно чтобы образовался лишайник размеров 30 сантиметров это процесс очень медленный очень очень долгий и последнее самое самое важное касаемо условий среды обитания лишайники прихотливы к чистоте воздуха самый важный критерий чтобы воздух был чистый и тогда лишайники действительно будут расти там где ничего не растет друзья лишайники это уникальные организмы которые нельзя отнести ни к царству грибов ни к царству растений они у нас отдельно выделены и отдельно изучаются специальная наука занимается их изучением под названием лихенология так вот поговорим о значении лишайников как для природы так и для человека первое лишайники являются индикаторами чистоты воздуха они растут только там где чистые соответственно если увидели лишайник растущий на дереве то радуйтесь здесь чистый воздух далее второе лишайники являются кормом для животных например ягель или по-другому олень и мох он так назван неспроста им питаются как вы уже догадались олени далее третье здесь мы уже говорим о применении для человека используется в медицине и парфюмерии 4 лишайники выделяют определенную кислоту которая разрушает горные породы 5 образует почвенный слой вот эти два пункта они взаимосвязаны на самом деле лишайники образуют почвенный слой на котором начинают расти травы потом кустарнички кустарники деревья и таким образом формируется природное сообщество то есть лишайники являются пионерами природных сообществ или пионерами экосистем далее лишайники составляют покров тундры потому что как мы знаем да там достаточно холодно седьмое лишайники являются средой обитания для беспозвоночных и восьмой пункт здесь мы говорим о значении для человека лишайник это источник красной и фиолетовой краски